Привет! Вы смотрите гараж. Действительно ли странное такое утверждение смотреть гараж? В нем надо либо находиться, либо туда ехать. Вот давайте сюда поедем, и все по пути, и расскажу. Сегодняшняя программа пройдет в формате «Вспомнить все». Нет, конечно, не будет, как в фильме, да? Расскажу про чемпионат Москва в классе Гран-при 2021 года, класс-стандарт, тверская команда. О предыдущих двух этапах Москва в классе Гран-при я уже говорил в предыдущих программах. Сейчас вообще про весь чемпионат, в том числе вместе с третьим этапом. На первом этапе было очень классно, потому что автомобили были максимально ровные и близки друг к другу соперники по силе. У нас была постоянная борьба, и сказать, кто точно будет лидером на этих гонках, практически было невозможно. В нашем классе от Твери едут я и Кирилл Булатов, 48-я и 123-я машина. И было очень приятно то, что на первом этапе у нас была возможность ехать достаточно быстро, навязывать борьбу с соперником. Мы держались вместе все в лидирующей группе. Кого-то разворачивало, кого-то принервало. В общем, действительно был максимально интересный этап. Кирилл даже поднялся на третье место, что нам на самом деле придало уверенности в том, что чемпионат будет неплохим, будет интересным. И мы сможем его завершить на неплохой, высокой ноте. Второй этап просто его перекрестил весь этот чемпионат. У нас не было темпа, у нас не было скорости. Второй этап на моей машине собрал максимальное количество всех технических неполадок, поломок. И все, что могло сломаться, отвалиться и, в общем, не работать, все было на моей машине. За этот второй этап я получил ноль очков. И плюс еще я выходил на последнюю гонку, когда уже все разобрались со всеми техническими неполадками на второй гонке. Мне так не повезло на старте, что под дело Волга я улетел в Москвич, и машину пришлось наполовину переваривать. А у Кирилла на втором этапе было тоже что-то такое непонятное. 123-я машина на втором этапе ехала нормально, ехала хорошо. У нее практически не было каких-то там технических проблем, но скорости не было. Случились стандартные жгули. Если в нее не лезть, она будет ехать долго, но не быстро. И буквально перед третьим этапом пришла потрясающая новость, потрясающая с обратной стороны до глубины души. Наш чемпионат был обезглавлен. К сожалению, Екатерина Шапошникова ушла из жизни. На самом деле, факт до сих пор, пробирающий до мурашек. Мы не знали, на самом деле, как чудел, как реагировать. И новость была просто ошарашивающая. Но чемпионат должен был продолжаться. Вот это едва упавшее знамя Шапошниковых и знамя питерских гонщиков подхватил никто иной, как Николай Шапошников, отец Кати. И на самом деле, вот этот подвиг сесть в машину дочери и завершить начатое ей, довершить до конца доехать этот чемпионат, это действительно сильный поступок. Это отцовский подвиг, я бы так сказал, на самом деле. И на самом деле, преисполнен громадного уважения силе и мужества этого человека. И, надо сказать, у него все получилось. Нужно отдать должное этому человеку, потому что он в своем классе, в Жигуле 1600, вел борьбу за лидирующую тройку. И, как бы, подхватить еще и лидерство класса стандарт было непросто, потому что он заканчивал свою гонку в 1600, потом буквально пересаживался в машину дочери и гнал уже с нами в нашем заезде. К сожалению, на втором этапе ему сильно не повезло, у него у машины на первой гонке были какие-то постоянные проблемы. Несколько раз заезжал в боксы, менял ремни генератора и закончил гонку, по-моему, последним составанием два или три круга. Но закончил, получил очки за эту гонку. Так или иначе, еще чуть-чуть более обезопасив лидерство Шапошниковых в нашем классе. На второй гонке у него пошли дела получше. На старте буквально прошил весь пилотон вплоть до второй позиции и уже догонял лидера. Если честно, то гонка Шапошникова на последней гонке – это просто подвиг отца за дочь, догнать и обогнать ее класс и сделать Катю двукратным чемпионом Москва в классе Гран-при в классе стандартных, к сожалению. Второй раз посмертно. Что касается нас, у нас вообще ничего не получалось. Перед этапом Москва в классе Гран-при развернули всю конфигурацию в обратную сторону и мы ехали по часовой стрелке, как в Мечково не ездили уже, наверное, лет последние десять. Плюс еще у нас перед гонкой мы собрали максимальное количество всех неприятностей. Мы попали в аварию, пока ехали на гонку, пока везли гоночную машину. Естественно, мы опоздали на тренировку. Пятница у нас пролетела в стоянии в пробках. Вот пролетела прям, да, так, что мы стояли в пробках. А уже на автодроме не было темпа у двух машин из Твери. Ни у меня, ни у Кирилла. Мы ехали буквально секунду в секунду с разницей там в 0,4-0,5. В разных гаражах построенная машина, разные стили пилотирования. В одно и то же время едем. Как это может быть? Непонятно. Ну, максимум секунда. Это, ну, как бы, ну, в общем, мы ехали максимально в одинаковом темпе. Об этом говорят первая гонка, когда я пропустил Кирилла, думал, что у него получится ехать быстрее, а он ехал передо мной, и я не отставал. Мы ехали вот такой вот с летаной парой, что на самом деле меня удивило. Что было? Стабильно ехал, не ломался. Воспользовавшись неудачами соперников, Кирилл смог отстоять третье место в своем классе, пропустив вперед соперника всего лишь на три очка. Ну, как бы, по бумаге результат третье место в чемпионате у Кирилла, да, у меня последнее, потому что у меня не было второго этапа, да, там, бараночки. Около половины автомобилей, бегающих по нашим дорогам, имеют автоматическую трансмиссию. Но не каждая машина блещет надежностью коробки автомата. А у владельца ремонт такой коробки может вытянуть солидную сумму денег. Гидротрансформатор работает как центрифуга. Соответственно, по краям лопастей скапливаются продукты износа тех же самых блокировок. Симптомы могут быть разные. От вибрации до плавающих оборотов при разгоне, ну и вплоть до остановки мотора при включении драйва. Сервисный центр «Гефест» на улице 50 лет октября, дом 15А, пополнился оборудованием для ремонта наиболее часто ломающейся детали в АКПП. Здесь разбирают гидротрансформатор, моют его части и потом собирают уже с новыми комплектующими, новыми фрикционными накладками, подшипниками и демпферными пружинами. Официальные дилеры рекомендуют замену всего узла, стоимость которого может достигать и сотни тысяч рублей, тогда как ремонт может обойтись в 10 раз дешевле. Подобные ситуации встречаются и с рулевыми рейками. Не стоит думать, что при нештатной работе рулевого управления нужно менять рулевую рейку целиком. В большинстве случаев ее можно отремонтировать. Для ремонта рейк протачивают вал, изготавливают новые втулки, подбирают сальники, а также здесь исправляют дефекты при эксплуатации автомобилей с карданами. Мы специализируемся на ремонте карданов. Имеем оборудование для керняния крестовин и переделки их под стопорные кольца. А также имеем балансировочный станок, который вмещает узлы до 6 метров, то есть для любой коммерческой техники. И самое главное напоследок, чистота и порядок в инструментах и запчастях это залог профессионального подхода к задачам, а значит, качественное исполнение. Ну и в данный момент, наверное, рано ставить точку. Поставим многоточие, а там дальше посмотрим. А вы смотрите программу «Гараж», потому что в ближайших выпусках я бы хотел вам рассказать про чемпионат России. Российскую серию кольцевых гонок, 7 этапов которой весь чемпионат мне довелось проехать. Да, к сожалению, не как пилот, но не есть вам о чем рассказать. До новых встреч в программе «Гараж». Пока.